Потап опубликовал видео эфира «Голос страны-2019», где он страстно целует одного из судей, певца Дана Балана. Комичность и эпатажность выходки Потапа заключалась в том, что накануне вся страна обсуждала конфликт между певцами на вышеупомянутом проекте. И вот, для того, чтобы сгладить сложившиеся отношения, Алексей Потапенко, со свойственным ему незлобным сарказмом на глазах у всех слился в поцелуе с недавним оппонентом Баланом. Тина Карль, которая сидела в пае метров от Дана Балана, с которым у нее также были сложности, на проекте восторженно взвизгнула и с капризной ноткой сообщила Потапу, что, дескать, ее, он так не целовал. На что Потап ответил, что у него с Тиной не было таких страстей. «Ты бы со мной поцапалась хоть раз так, горячая ты штучка», – игриво обратился к Тине Рэпер. Напомним предысторию скандала в эфире восьмого выпуска девяти сезона «Голос страны» 2019-го. После выступления Кариной Арсентьевой и Екатерины Гудым из команды Потапа «Судьи» Дан Балан и Монатик озвучили свои впечатления от номера, нелестные для исполнительниц. Алексей Потапенко грудью встал на защиту девушек, что привело к ссоре с коллегами и уходу Тины Карли из зала. Дан Балан отметил, что остался от дуэта певиц Чип Трилс не в восторге. «Я обожаю эту песню. Но я сказал себе, я буду честен. Меня не цепануло. Я почувствовал, что эта песня не для вас», – сказал он, никому не отдав свое предпочтение. Монатик был более мягок в оценке. Он призвал Потапа генерировать новые интересные идеи. «Ну ты же самый опытный среди нас продюсер. Я жду почерк Потапа. Но вы девочки молодцы. Вы справились на ура», – добавил он. Потап не согласился с такой оценкой коллег и приободрил Карину и Катю, кто сказал, что вы не справились со своей песней. Дан Балан, может, что-то не почувствовал. Потап обратился к Монатику, «Ну ты же меня кольнул по поводу идей. Каждая из них – это большая планета. И каждая планета прекрасна. И то, что вы наговорили им, некрасиво», – отметил Алексей. «Некрасиво говорить честно то, что ты думаешь». Удивился Дан Балан. «Есть какая-то линия. Они девочки, они маленькие», – призвал Потап своих коллег выражать оценки в более мягкой форме. Он заявил, что не может успокоиться, потому что они дети, стоят и переживают. Они будут думать, что они плохо выступили, а они выступили неплохо. «То, что ты сейчас делаешь, неправильно», – заявил Балан. В это время Тина Карль просто встала со своего судейского кресла и покинула зал.